Рэпер Окси Мирон, настоящее имя Мирон Фёдоров, выпустил первый за 6 лет альбом «Красота и уродство». Обложку альбома вполне можно считать как иллюстрацией к названию, так и чем-то абсолютно посторонним. Автором обложки значится Борис Гребенщиков, а значит градус коллективного обсуждения стал ещё выше. Ну что ж, Окси Мирон вернулся, послушал новый альбом и я впечатлён. Мне понравилось то, что, во-первых, вернулся старый Окси. Старый Окси образца 2060-х годов, начало 2060-х. Это слегка эта агрессия, которая раньше была тоже, да, она снова присутствует здесь, но при этом видно, что Окси Мирон стал мудрее. Окси Мирона нередко называют рэпером для интеллектуалов, а огромное количество разного рода культурных гиперссылок в его текстах в хип-хоповой среде ему скорее ставят вину. Первая же из 22 песен упоминает Сергей Курёхин, Демна Гвассалия, Йозеф Бойс и ещё множество персон, которых не каждый идентифицирует без Википедии. Что по Мирону Яновичу можно отметить? Вот раньше, вот раньше, да, что было? Было невероятно красиво, был смысл, была идея, была красивая музыка. Сейчас чего-то вот этого одного не хватает. Да, там может быть офигительный смысл, офигительная читка, красивая музыка, хотя с этим можно пооспорить. Новый альбом Окси Мирона хорош тем, что он здесь разный. Если предыдущий альбом Горгород, вышедший в 2015 году, был законченной историей в выдуманном мире, то в красоте и уродстве автор словно дрон, то поднимается над реальностью на высоту птичьего полёта, то скребёт по асфальту, то мигом проносится сквозь метафоры, заголовки и теги. Амир Ахтямов, Универньюз.